всем привет я сегодня расскажу о продукте который создавался на протяжении в общей сложности наверное сейчас уже двух с половиной лет и в итоге появилась штука которая называется атлас новых профессий об этом всем чуть подробнее расскажу и о том как это все будет устроен значит смотрите вопрос который захотелось бы обсудить хочется поднять это вопрос скорее не там не лекция проблематизация для вас да потому что мы сейчас находимся на в известной степени сломя когда система образования у нас как бы после того как распался советский союз там были свои тараканы в с 90 года где-то начиная система функционировала не пойми как и там это назвали обогревом космоса ну то есть на самом деле то есть люди их обучали чему-то они становились какими-то специалистами кому-то везло кто-то там подходил к этому вопросу осознанно но в основном выхлоп был какой-то такой там люди заканчивали технические вузы и шли торговать например это абсолютно нормальная практика была в те годы где-то с 2005 года парадигма сменилась и люди опомнились поняли что мы реально теряем все и пошли смотреть на запад чего вообще есть и включать мозги и думать но мы понимаем что это парадигма реактивная дело в том что образование вообще само по себе это ужасно неповоротливая область не потому что там люди плохие а потому что для того чтобы научить одного человека одного специалиста да если мы берем там 11 лет школы и пусть там среднем пять лет вуза да это там 16 лет уже и чтобы это как-то куда-то разворачивать это ну такой процесс очень неразворотливый танкер такой вот и мы начали реактивно да то есть 3 пытаясь реагировать на какие-то изменения какие-то запросы менять программы пытаться значит как-то людей чему-то учить снова стал появляться кадровый заказ как это было в советском союзе но там более внятном виде но понятно что если мы будем всегда действовать реактивно то есть у нас случается что-то мы такие блин что-то надо делать что-то надо менять меняем программы увеличиваем спрос на людей у нас через шесть лет толпа людей которые разбираются в финансах пусть даже хорошо разбираются но их столько не надо а нужны другие специалисты да вот это вот беда которая есть в реактивном подходе и с прошлого года мы хотим разворачивать мы много разговариваем с министерством образования с людьми которые работают на рынке куда-то это все разворачивать на проактивный подход то есть готовиться к изменениям и во многом прогнозировать себя в будущем для этого был создан такой вот этот собственно проект который длился с 2011 года получил название форсайт компетенций почему компетенции ну то есть я не знаю насколько вы с этим сталкиваетесь да но если говорить об образовательном процессе сейчас все поголовно говорят о компетентностном подходе что там мы должны вырабатывать какие-то компетенции в итоге это все вываливается в то что люди говорят а я знаю какая у меня компетенция у меня компетенция 2 1583 ну потому что она в реестре такая что это значит ну вообще непонятно хотя мы все должны понимать что компетенция на самом деле способность решать какие-то определенные задачи и на самом деле на деле работодателя ну как выглядит стандартный процесс вот вы говорили что здесь тоже был вопрос про бакалавриат кто там доволен кто недоволен тому чему учился почему мы вообще куда-то смотрим на запад дальше человек учится там четыре года неважно 56 выходит на рынок устраивается работать пусть даже по специальности хотя на самом деле в официальном секторе по статистике примерно треть работает не по специальности если говорить про там занятость менее официально которых статистике хуже попадает там 25 процентов работает по специальности остальные пришли и занимаются не пойми чем продажи там маркетинг еще что-то учились они неважно чему истории например работодатель вынужден сталкиваясь с таким так сказать предложением на рынке он после этого берет человека и еще минимум то есть это если мы говорим о простых вещах типа продаж полгода человека учат и тратит на него свои деньги потом он значит получает какого специалиста совершенно непонятно зачем этот человек шесть лет учился зачем нужен диплом как бы совершенно не очевидно поэтому компетенции сами по себе вот просто сейчас у нас все делается как всегда так нам свалили это все и давайте разбирайтесь вот на самом деле штука полезная потому что она пляшет от логики работодателя когда человек берет к себе на работу человек там сотрудника он примерно должен понимать на самом деле не очень понимает какие компетенции ему нужны да что этот человек должен выполнять потому что иначе ему придется в эти самые там полгода а если говорить там про тяжелые отрасли вроде там атомный скажем да там люди учатся по полтора года то есть человека взяли на работу и он полтора года просто учатся да то есть на самом деле получает зарплату и работает лет не выгодно таким образом работодатели плохо предъявляют запрос на эти компетенции вузы не умеют готовить потому что у них компетенции в голове сидят как 2 15 48 и мы там болтаемся пока вот пытаясь как-то куда-то сдвинуться таким образом мы попытались проанализировать какие компетенции будут нужны в будущем не завтра да потому что мы не успеем до завтра подготовить этих специалистов не послезавтра да а в горизонте но условно говоря 5 15 лет потому что иначе мы их подготовим профессии к этому моменту устареют да ну как классический прям пример прям вообще хрестоматийный можно вносить в учебнике эта история про пейджер да вот я не знаю вы там знакомы с пейджерами да наверно в детстве у вас они были ну смысле не у вас личного вы как в вашей каком-то инфопространстве сейчас пейджеры существует пейджер я знаю у собянина и мы знаем что пейджер ну я я не знаю и по сериалам сужу пейджер есть в больницах в америке вот то есть на самом деле пейджинговые службы никуда не делись да но никому они сейчас не нужны работать оператором пейджинговой компании или открывать как пейджинговый стартап это абсолютное безумие а было ведь так модно так здорово сейчас там смс-ки стали посылать и соответственно нужно относиться к себе стоит то есть относиться к себе как человеку которые есть профиль компетенций которые он может применять в разных областях как вот там один из моих первых работодателей говорил я менеджер я мне все равно что что чем управлять каким процессом я работал в нефтяной компании сейчас я работаю войти компании так далее просто потому что он умеет решать определенные типовые задачи что происходит в экономике да то есть если мы на самом деле нацелены в будущее это продукт российский и говорить я буду россии потому что многие вещи уже на самом деле в мире есть и если мы не будем относиться к ним ну так скажем с доверием да потому что это может быть наше будущее то нам на самом деле лучше всего учить две вещи это то как собирать и разбирать автомат калашникова и китайский язык больше ничего не нужно серьезно потому что нас просто сожрут сейчас мы переживаем фактически конец такого взлета различных ресурсных областей до отраслей то есть это добыча это металлургия впк здесь понятно да то есть америка например недавно сша обогнала еще не обогнала концу 2014 года из-за там новых технологий фрекинга до сша обгонит саудовскую аравию по объему добычи нефти россия потихонечку теряет ну там возможность как-то влиять на рынке связанные с ресурсами история про редкие металлы и китай до который фактически монополизировал этот рынок нас здесь тоже съели мы еще на нем как-то болтыхаемся но понятно что если мы хотим что-то делать на этом рынке нужно не на рынке в большом мире да нам нужно куда-то двигаться сейчас развиваются активно отрасли там такие инфраструктурные да и обеспечивающие это энергетика это транспорт машиностроение но и они на самом деле тоже по нашим прогнозам где-то там в двадцатом годам их роль начнет снижаться и также как собственно везде в мире у нас должна должен начаться взлет новые экономики там построены на инновационных вещах таких как там биотех там любая новое сельское хозяйство и прочее да без этого просто никуда не день не не деться и мы иначе тоже умрем какие задачи будут стоять перед людьми которые смогут этим заниматься это на самом деле повестка там опять же тоже не только российская то есть нам к этому прям надо быстро приходить но на западе это уже так есть это люди интеграторы которые будут оперативно внедрять новые решения и так далее трансляторы которые смогут эти решения говорить мы борем берем это из этой области и вставляем сюда классика жанра биотехнологии которые приходят в строительство звучит бредом на самом деле все так самый простой пример это изнашиваемость бетона и разработка биотех предложил специальные бактерии присадки бетону которые увеличивают его долговечность и так далее это адаптаторы да соответственно это люди которые вот то что получилось до перенесенное они это все затачивают под клиента и стандартизаторы это ну это классический абсолютно процесс да то есть вот у нас сначала там появился не знают 3d принтер и дальше его надо научиться делать так чтобы он стоял там в каждом подъезде или в каждом доме какие выделены ключевые тренды которые есть в принципе в мире это в первом во первых это рост международной кооперации это огромная конкуренция чудовищная борьба за рынке то есть там прям мясо происходит невероятно быстрая смена технологий то есть если раньше технологии могли жить там 50 лет совершенно спокойно сейчас это там исчисляется годами то есть пейджер просуществовали очень недолго например тотальная автоматизация и технологизация всех процессов то есть безойти вообще никуда не деться и размывание дисциплинарным дисциплинарных отраслевых границ то есть ситуация когда ну вот то что говорят знать почему мать ти берет на бизнес позиции берет людей там из математики ну потому что это тоже математик не должен сидеть в одной своей отрасли как это влияет на непосредственно компетенции к чему нужно быть готовым да то есть узкие специалисты то есть вот те специалисты это такой такая метафорическая штука я не знаю знакомого или нет вот эта палочка да которая ты длинная и показывает глубину знаний в одной конкретной узкой области поперечная это соответственно способность взаимодействовать с какими-то другими отраслями это переход к м специалистам когда человек знает несколько областей в них хорошо разбирается это непременное знание языков просто это вообще must have то есть два плюс иностранных языка то есть это не только английский это там английский и китайский английский испанский английский немецкий то есть это совершенно необходимо и понимание того как вообще все устроено на международном рынке что есть различные над предметные компетенции такие как творческая работа работа в команде способность коммуницировать транслировать какие-то свои вещи и работа с большими объемами информации потому что информации все больше и больше и с этим надо как-то уметь работать да иначе мы там будем отставать и различные мета компетенции на самом деле это скажем так системная инженерия да то есть способность держать какую-то общую рамку глобальную и способность непрерывно обучаться соответственно человек который там человек будущего который эффективно работает этот человек который способен во первых как я уже сказал удерживать полную рамку жизненного цикла то есть не только работа внутри своих там это моя сфера ответственности что на входе меня не волнует мне просто принесли я такой черный ящик и что происходит с продуктом который я произвел меня тоже совершенно не волнует это в повестке будет также зеленое мышление да то есть это различные технологии по повторному использованию утилизации и так далее про это еще можно долго говорить и уже упомянутая системная инженерия то есть опять же понимание почему все происходит так а не иначе да то есть почему вам дали эту задачу почему от вас хотят такого результата и возможно да это там этот результат на самом деле там имели в виду совсем другое необходимо также отметить уже очевидно особую роль айти информационные технологии информационно коммуникативные технологии они входят везде это уже не отдельная отрасль то есть это какая-то над отрасли она есть везде она есть там в строительстве она есть транспорте в логистике в образовании абсолютно везде и как следствие это предъявляет требования к человеку к специалисту да он должен уметь ставить задачу уметь понимать язык то есть хорошо если он разбирается в программировании хотя бы на уровне знания там как как что устроено иначе ну понятно да человек который не умеет пользоваться вардом я не знаю не сможет наверное теперь непосредственно про атлас до атлас разбит был на изначально когда мы начинали проект это было 11 отраслей которых нам привезли потом соответственно список расширился на 19 он неполный к нему не надо относиться как к чему-то что прибито гвоздями абсолютно твердо то есть будет только так и никак иначе мы сейчас проводим активную работу это первая версия атлас да там 10 мы сейчас проводим работу по доработке и там с удовольствием принимаем комментарии различного вида содержательного да то есть когда человек говорит будет не так будет иначе то есть уже такие такого рода комментарии есть и я думаю что мы где-нибудь к осени все это соберем и выпустим следующую версию но это штука с которая скорее позволит мыслить покажет как стоит мыслить ну вот эти области которые нам показались наиболее любопытными поэтому они собственные 1 биотехнологии дальше все будет очень стандартно да если значит что нас ждет в будущем и какие профессии выделены в данной области значит биотехнологии будут невероятно быстро развиваться в мире ну а значит и у нас да то есть те как как это все было сделано мы проводили большое исследование люди порождали какие-то смыслы дальше это все верить верифицировалось с ведущими производителями которые есть в россии на рынке сейчас и они мы отталкивались во многом и проверяли это через ту повестку которую они мыслят себе то есть они говорили да мы будем двигаться в эту сторону это значит что им там эти специалисты нужны в этом плане это не фантазия в чистом виде это развитие биосинтеза развитие новых агротехнологий безотходные города есть новые органические ткани и материалы и альтернативная энергетика здесь соответственно шесть профессий которые мы выделили это системный биотехнолог сити фермер урбанист эколог биофармаколог медицина значит медицина это тоже отрасль в которой все идет с невероятными темпами вперед появится сверх точная диагностика основанная понятно не на людях да то есть доктор хаус прекрасный человек но этих товарищей заменят роботы да то есть вот известный компьютер большая сложная диагностическая система ibm watson да способна предсказывать по набору симптомов она предсказывает диагностирует рак с точностью порядка 50 процентов данные прошлого года врач это делает с точностью порядка 20 вот поэтому понятно что дальше чем больше будет данных чем больше будет аналитики тем дальше будет вытеснять их будут вычислять роботы эта возможность прогнозировать свои заболевания там по генетической карте компьютерное моделирование развития заболеваний микрохирургия роботизированная различные диагностические устройства носимые с выходом сеть которые там соответственно могут также анализироваться вашими врачами и облачные базы данных пациентов которые будут находиться в доступе различных компаний с тем чтобы врачи могли вас диагностировать не только там вы пришли к новому врачу он мог обратиться в облачную базу данных которых есть миллион профессий да то есть начиная от эксперта персонифицированной медицины и консультанты по здоровой старости заканчивая там такими штуками как биоэтик до который в тот момент когда у нас активно начнется развиваться генная инженерия а это уже сейчас есть то есть уже там в январе объявили о том что в китае вырос вырастили 2 мартышек я не помню уж точную породу с запрограммированными генами ну там было всего два гена мы пока всего лишь 2014 году следующего отрасли это электрогенерации накопления энергии соответственно здесь все тоже понятно это к генерация то есть когда мы не как у нас сейчас электроэнергия устроена да у нас есть 10 региональных больших станций а 10 с сколько-то региональных станций значит все это распределяется единой системы там мрск вот на западе уже давно есть распределенная энергетика до после того как в 2003 году жахнула на восточном побережье и 60 что ли миллионов человек осталось без света да то есть у нас ближайшая такое было вот 8 лет назад 2005 году когда москва калужская тульской области остались треть москвы и калужская область была полностью без света то есть различная микроэнергетика да то есть солнечная энергия ветра невероятное развитие атомной энергетики с одновременным повышением безопасности да чтобы не происходило такого как произошло на фукусиме новые носители энергии и ну там такие вещи как реактор на быстрых нейтронах это тоже там производители вносят в повестку соответственно здесь тоже есть где развернуться в плане того чтобы там пофантазировать да то есть есть метеоэнергетика когда человек прогнозирует производство в зависимости от того что будет в плане прогнозов да то есть ну скажем если брать ту же аварию 2005 года просто понимать как приземлять какие-то эти вещи необходимо решать проблему с энергосетями соответственно эта повестка тоже будет очень актуально то есть они изношены и это тоже нужно как-то перераспределять да это будут новые интерфейсы управления электроэнергетиками на энергопотреблением да то есть если до этого была энергогенерация здесь скорее энергопотребление это различные smart гриды до которые подсасывают энергию из различных источников там накопления то есть электро заправки и по и прочие такие штуки наземный транспорт здесь все понятно опять же рост высокоскоростного транспорта потому что ему надо как-то выживать и конкурировать с авиаперевозками да то есть ну там летать в питер было людям занятым быстрее до тех пор пока не появились сапсаны сапсан реально быстрее чем самолет с учетом того что нужно приехать зарегистрироваться доехать до аэропорта приехать из пулкова и так далее это беспилотные легковые автомобили и грузовые перевозки да то есть умные дороги которые вам подсказывают что у нас будет дальше да то есть что впереди прошел дождик и дорога мокрая и нам надо сбросить скорость массовое развитие электромобилей и все в таком духе водный транспорт традиционно очень важная отрасль для россии которая фактически была плохо с ней все было ее тоже необходимо развивать туда тоже приходит массово информационные технологии поэтому идет массовое освоение севера снова да то есть такое переоткрытие северного пути который позволит там перевозить то что нельзя перевозить железной дорогой там или авиации это порты которые будут отвечать экологическим требованиям инфраструктура соответствующая которая позволит ну то есть понятно что там агрессивная среда море который все дело разрушает туда же также приходят всякие разные биотехнологии прочее авиация уже сейчас да то есть насколько я понимаю но тем не менее netflix до который продает сейчас снова там различные диски ну помимо того что там через интернет все это они активно сейчас развивают систему дронов да то есть маленьких беспилотных значит таких штук которые вам это будут на порог дома кидать но с этим тоже все не так просто да то есть в америке пока насколько я понимаю эта повестка 2015 2016 года там тоже самое делает amazon это новые типы двигателей это развитие дирижаблей как не смешно да но это с учетом массового повышения экологизации сознания да это там то снова входит в повестку космос значит космос это любимая тема потому что здесь прям настоящий космос да если посмотреть на профессии там вот есть например космобиолог да или космогеолог мы считаем что в будущем с учетом того что в кремниевой долине сейчас активно ну как бы все знают программа колонизации марса я считаю что нужно ставить такие амбициозные цели не факт что у нас получится вот но по крайней мере это очень здорово толкнет все вперед но космос помимо там колонизации марса если она и нужна да это способ производить различные материалы такие как кристаллы в ситуации которые не могут быть смоделированы например на земле да то есть там в условиях невесомости это добыча полезных ископаемых там на астероидах и каких-то малых планетах или на луне это все тоже как только мы будем решать проблему она сейчас решается да с ценой отправки людей и оборудование в космос да это все тоже станет актуально космо туризм несомненно ну то есть люди уже летают но понятно что пока позволить себе это могут только миллиардеры но эта штука тоже будет развиваться новые материалы массовое развитие 3d печати которая с помощью 3d печати можно делать массу всего то есть сейчас в основном если говорить о потребительстве это там какие-то пластиковые дешевые штуки сувенирка да но на самом деле уже можно печатать пиццу это там объявляли об этом а дальше ну то есть вся печать бывает либо плохая пластиковая либо чудовищно дорогая и очень точно так которая дорогая очень точно разумеется будет дешеветь и становится более развитой и будет заменим там мы сможем печатать посуду мебель и так далее да то есть возможно не дома да но я воображал например себе настоящий нормальный 3d принтер скажем в подъезде вот с каким-то там доступом да и вам из интернета условно говоря нужно будет скачать только как на рецепт да то есть вот то что вы в него закладываете засыпать материалы он вам выдаст кружки стулья обувь и так далее то есть нет это на самом деле правда тогда то есть скажем различные дизайнеры уже вовсю использую то есть там есть дизайнерская обувь которая к ней можно как угодно относиться но она уже существует и значит что дальше они все будут приходить туда а идти сектор да это как я уже говорил с бигдейта да то есть большими данными которые необходимо как-то обрабатывать и мы уже этому учимся то есть вот компания с одноименным названием бигдейта в прошлом году предсказывая результаты оскара угадала из шести значимых номинаций ну понятно там лучший фильм лучший режиссер и так далее угадала 5 из 6 в этом году попала во все абсолютно точно и делали они это очень просто да они на протяжении вот как вышел фильм там 2013 году они анализировали все что говорили академики всю прессу и так далее и на основании этих данных сказали будет так и она реально так было да как бы мы не относились к этому да штука работает развитие различных человек машинных интерфейсов да то есть уже сейчас понятно что мы можем ну там есть различным такого игрушечного плана когда мы можем двигать мышкой силой мысли это мы надеваем на себя как какой-то на голову значит интерфейс и управляем мышкой пока игрушки но дальше это будет намного более развита различного рода семантические системы да то есть попытка общаться с компьютером естественным языком квантовые к оптические компьютеры которые тоже активно разрабатываются и это все будет и разумеется никуда не деться от этого это разработки связанные с искусственным интеллектом про это можно сказать отдельно то есть вот сейчас например наконец-то в америке понятно где у нас фронтир всего этого дела наконец-то искусственным интеллектом начали заниматься массово не программисты а философы и все равно там у нас уже есть такие штуки как сири да с которыми мы можем общаться как-то достаточно удобно там фильм она до который вышел в прошлом прошлом году вышел вот когда люди такой значит общаются с искусственным разумом вот который с ними активно как-то коммуницирует добыча и переработка без этого никуда не деться потому что из из чего-то мы все должны строить и делать да пока мы все не не ушли в матрицу о чем там тоже некоторые люди говорят но понятно что недра они потихонечку исчерпываются да мы переходим к все более сложным месторождением это опять же ведет к тому что там должны работать не столько люди сколько различные автоматизированные системы мы пытаемся наиболее точно предсказывать значит где это надо искать и так далее там опять же нужны вовсе люди с айтишным образованием и инженерным образованием строительство но про строительство я вкратце уже сказал вот появляется ну во первых очень важно что в строительство приходит опять же все те же самые 3d принтеры до которые строят такое и так быстро как нам и не снилось и приходит опять же различного рода информационные технологии которые позволяют проецировать это все создавать умные дома такие которые там энерго нулевые допустим да когда этот дом можно не подключать ни к чему потому что у него наверху стоят солнечные панели у него своя система канализации и прочего да то есть эти все вещи уже есть там хотя традиционная система например очень сильно сопротивляется я говорю не про нашу закоснелую значит систему которую все привыкли критиковать и хотят от нее уехать а например про сша когда во флориде одну женщину которая на протяжении двух лет уже живет в своем доме который отключен от системы энергетической и водный в рамках города ее заставили с решением суда подключиться к системе водоснабжения правда замечанием что мы не можем заставить пользоваться но подключиться она должна ну потому что непорядок как же так робототехника значит к 2020 году у нас есть ощущение что роботы различного рода будут столь же популярны то есть если мы сейчас знаем про роботы-пылесосы да еще что то на самом деле роботы где-нибудь году к 2020 скорее всего будут настолько же популярны как я не знаю как как мобильные телефоны то есть мы многие будут ими пользоваться их будет очень много дома их будет очень много на улицах различного вида я как когда готовился я прочитал отличную новость это звучит анекдотом но нужно понимать что это на самом деле правда что на улицах столицы конго сейчас движение транспорта регулируется восьмифутовыми роботами то есть они стоят такие стационарные штуки и регулируют движение вот в конго господи вот финансовый сектор мы любим говорить про финансы здесь все сложно потому что будут уходить посредники вот очень многие вещи будут автоматизированы например ну вы уже в курсе да по поводу приходит какая-нибудь новость на фоне этой новости акции как-то начинают расти и падать и так далее разработаны системы которые делают это автоматически вот и они активно используются да и люди ну настолько активно что отдельным компаниям которые занимаются запретить этого нельзя потому что ну ничего противозаконного в этом нет они абсолютно честно это делают но делают это просто в разы быстрее да то есть они могут совершать в там в секунду десятки сделок и на этом по копеечке но выгадывают компаниям которые занимаются распространением информации финансовой ну вы возможно знаете что публичные компании которые торгуются на рынке они обязаны выкладывать свою информацию так чтобы она была доступна всем одновременно чтобы там нельзя выложить вот так вот здесь вот для своих а через полчаса для всех это противозаконно даже в россии вот на западе тем более так вот отдельным компаниям которые там скажем занимаются распространением этой информации запретили выкладывать различные обработанную эту информацию не просто отчетность да а какую-то там надстройку к этой отчетности им запретили и выкладывать в потому что высокочастотные трейдеры да фактически это не люди это роботы это компании ну я могу им управлять а он от моего лица осуществляет сделки делают это просто в разы быстрее и там когда человек приходит на рынок пытаясь что-то там проспекулировать да он уже так и остается не удел возникнет такие вещи как экономика репутации когда будут оцениваться там не только деньги человека но и его значимость в области в отрасли связи и так далее уже сейчас неформально конечно же существует да то есть человек приходит не знаю куда угодно в продаже финансы и у него есть там толстый список контактов с которыми он умеет работать но это будет форму формализован будут развиваться такие вещи как прямые инвестиции в талантливых людей мы это в рамках другого проекта назвали люди ордеры да то есть когда люди сидят и представляют что у нас через пять лет мы прогнозируем серьезный спрос на вот там такой-то тематику в биотехнологиях и говорят о а вот там в индии есть отличный парень который с отличием закончил там то то и хочет поступить туда то мы ему дадим денег на это поступление и он туда поступает и через пять лет со своей работой он нам возвращает эти деньги то есть там фактически мы его там отчасти купили экология экологии это конечно же не отдельная отрасль вот это опять же надсадка к ко многим вещам потому что это тоже станет неизбежно необходимо то есть появятся люди которые будут привносить эти ценности внутрь компании будут знать как технологически это делать то есть появятся люди которые там будут заниматься ресайклингом и так далее менеджмент менеджмент это все равно работа с людьми это все равно управление будут снижаться роли иерархических структур ну то есть здесь понятно почему опять же из-за огромного количества данных стандартное выстраивание вертикальной цепочки когда человек из генеральный директор под ним есть какие-то директоры подразделений под каждым есть начальники отделов и есть отделы например самая простая цепочка до информация меняется настолько быстро чтобы генерального директора если это доводить она успевает устареть и он принимает решение на основании устаревшей информации соответственно массово будут приходить различного рода нейрархические структуры плоские способны постоянно обучаться и каким-то образом распределенно там координировать процессы находящиеся внутри компании в социальной сфере это там сейчас в основном история про государство но уже сегодня понятно что растет прозрачность этих служб как бы мы к этому не относились это очевидный совершенно тренд да то есть мы знаем как лучше как они работают и будем знать это еще лучше граждане будут активно вовлекаться в эти процессы соответственно граждане мы сейчас можем сказать что там а у меня во дворе мусор плохо вывозят или там у меня раздолбан асфальт нам известно куда можно прийти ну по крайней мере там москве еще в ряде городов это будет опять же массово адресное решение проблем социальных то есть когда мы например желая заняться благотворительностью будем жертвовать деньги не какой-то непонятный фонд а конкретным совершенно людям и будут активно увлекаться в социальную жизнь люди с ограниченными возможностями то есть их будут вовлекаться и вовлекать через интернет и там для этого тоже понадобятся соответствующие специалисты любимая история эта история про образование значит как я уже сказал это очень неповоротливая штука что в ней будет происходить это индивидуальные траектории то есть когда ну во-первых самое важное в образовав образование из обычной системы когда мы знаем детский сад школа вуз да и там в 21 год или во сколько там у нас получается мы покидаем это дело и значит становимся взрослыми и начинаем работать образование растянется во времени на всю жизнь да то есть то что называется ллл life long learning и в рамках этого непрерывного обучения да люди должны выстраивать свои траектории потому что учиться когда технологии меняются с такой скоростью будет просто необходимо и надо понимать чему учиться да и зачем чтобы не было как с бакалавриатом которые там четыре года получились чему получились зачем непонятно диплом есть кому он нужен не знаю вот это различный рост дистанционного образования и уход таким образом скажем лекторов об этом я чуть попозже скажу в прошлое то есть лекционный какой-то способ подачи информации он будет уходить в дистанционные вещи то есть в калифорнии мне рассказал приятель тоже основной автор этого дела он говорит лучший известный в районе сан-франциско специалист по ремонту гаджетов я с ним познакомился он говорит спросил как ты учился он говорит я университет бросил потому что у меня ну как бы хочу работать руками вот начал разбираться и всему всему чему я учился я учился на ютьюбе не на лекции ходил я слушал смотрел ролики на ютьюбе и общался на форумах и ну и он там самый известный под сан-франциско значит человек который в этом разбирается это активный приход игровых технологий и онлайн сред обучения в жизнь сейчас это есть но там условно в таком зачаточном виде даже на западе но важно что например в сша ну я не знаю что такое его онлайн наверное там отчасти знаете отчасти слышали это такая многопользовательская онлайн игра ролевая на западе если вы были крутым в ней ну то есть там например руководили большой группы людей там и так далее клана это кажется называется эти штуки вставляются в резюме на полном серьезе это не шутки и это не смешно потому что эта работа с живыми людьми по решению живых проблем вот важно понимать что одно дело это angry birds и тетрис да они тоже нужны и понятно зачем зачем нужен был тетрис известно чтобы люди через игру перестали бояться компьютера но вы понимаете каком году тетрис был изобретен вот это тоже необходимо но вообще любая игра она ну как бы должна быть нацелена на то что мы в ней чему-то учимся это единственный такой прям безболезненный способ обучения и это появление электронных наставников это такое прям отдаленное будущее я очень рекомендую к прочтению книжку нила стивенса на которая называется алмазный век или букварь для благородных девиц прям все как мы хотим понятно что это предельно важная для человека область да потому что через эти детские товары мы на самом деле социализируем ребенка и способны транслировать в него различные там предельно важные вещи поэтому там мы прогнозируем что здесь будет активная медиатизация да то есть появляться очень длинные истории когда это не отдельный мультик да это мультик игра и очень много там таких прям длинных историй когда персонажи растут ну это как простой пример гарри поттер до который вот книжка раз в год выходила если ее начинали читать люди там в 12 лет то с каждым годом они росли вместе с героями книжки и проблемы если посмотреть какие решают герои там в первые книги и 7 это небо и земля то есть 7 это прям как бы я не очень люблю гарри поттера но там видно что проблемы на самом деле взрослые вот теперь смотрите теперь самое интересное как не промахнуться это то что мы называли профессии пенсионеры важно понимать что это не профессии которые исчезнут это важно всех так на это смотрят это профессии которые начинают умирать и там этот процесс умирания начнется там вот опять же на горизонте 5-15 лет их будет становиться все меньше и меньше кривая которая здесь нарисована это мой тишный профессор аутер рисовал такую кривую это на самом деле не из головы придумано абсолютно точно с 80 88 по 2005 кажется год потому что простые задачи на простые задачи приходят кто кто у нас дворы метет до гастарбайтеры которым не нужно много платить и очень дорого их автоматизировать на сложные задачи машина пока не способна особенно там где-то затрагивает какие-то творческие компетенции да а середину там где люди уже достаточно прилично получают с одной стороны с другой стороны выполняют на самом деле типовые задачи их можно передавать автоматизированным штукам значит кто может прийти на наше место значит это роботы здесь все понятно если автоматизировали процесс как бы мы стали не нужны программы искусственного интеллекта соответственно как я уже говорил там хрестоматийный пример IBM Watson робот который делает диагностику и гастарбайтера дальше есть аутсорсинг китай фабрика мира производит все китай который угробил нам ну то есть как бы ивановская область к этому не относилась да но там где был центр текстильной промышленности сейчас эти люди там есть производство конечно есть но если я работал просто ивановской областью если зайти в ваново в крупные торговые такие текстильные центры там много китая это бактерии чтобы понимать да которые начинают массово производить генно-модифицированные бактерии которые производят там инсулин уже сию сегодня да еще какие-то вещества и 3d принтеры до которые убивают там логистику например потому что вы все это можете делать дома понятно такая табличка кого могут вытеснить и кого не могут и соответственно разбивка высокие высококвалифицированные специалисты и низкоквалифицированные не могут выйти вы вытеснить творческих работников вот могут выполнить вытеснить там где у вас рутинная операция соответственно если говорить о низкоквалифицированных то робот будет отлично выполнять там работу грузчика да но гастарбайтер все еще дешевле робот поэтому его не вычислить значит какие профессии будут динозаврами да и начнут вымирать потихонечку объясняю почему могут вы вымерить журналисты в привычном виде потому что на самом деле журналистика она про что она про то чтобы проинформировать человека о каких-то событиях и какой-то повестке все это можно совершенно спокойно автоматизировать почти все например компания bloomberg крупнейший значит монстр финансовой в америке они отказались от людей при формировании оперативных новостей по выходу той самой финансовой отчетности их делает робот при этом по отзывам этот робот делает ну понятно что быстрее так он еще и качественнее это делает он допускает меньше ошибок потому что человеческого фактора нету так далее конечно же если мы говорим о каких-то вещах там условно говоря как колумнисты еще что то там где люди привносят ну когда журналистика это уже очерк репортаж там она останется но надо понимать что массовая журналистика рискует умереть потому что это легко автоматизировать туда же там диагност или риэлторы или например турагенты они у нас прям совсем рядом где-то умирают до 2020 года не умирают а начинают умирать турагент это будет такой зверь который если вы миллиардер он для вас сделает прям красиво это будет штучный продукт но турагентство как сами по себе реально начнут умирать и никейщик это позор эти индустрии почему и никейщик это человек который появился как ответ на проблему как бы понятно что любая профессия появляется как ответ на некий вызов да вот у нас есть вызов у нас появляется экран на котором написано press any key to continue а на клавиатуре нету и люди звонят и говорят слушайте у меня тут беда вы это здорово вы молодые а я это помню вот именно примерно поэтому и никейщик это человек который решает простые понятные проблемы как установить программу ну не получается установить что-то пошло не так а у него macos не windows условно говоря это прямо вот такая простая простая история вот никейщики умирают потому что на самом деле как я говорил растет требование и внутренние в том числе человек уже не может не разбираться во многих вещах там я уже встречаю людей которые на первом курсе филфака умеют настраивать роутеры это ну потому что дома надо поставить вай фай потому что дома есть пять устройств этих устройств должны быть в сети все привет выходить за пределы стандартных рутинных задач это то что робот не умеет сегодня делать он выполняет задачи которые в него зашиты мы сейчас не говорим о полноценном искусственном интеллекте да когда он появится у нас возникнут совсем другие проблемы кроме как работать у нас возникнет масса этических вопросов я лично думаю что у нас ближайшие лет 20-30 все изменится вообще кардинально то есть на самом деле мы живем в экономике избытка ну то есть мы же мы зарабатываем деньги не для того чтобы выжить как это было там в девятнадцатом веке скажем или даже в двадцатом вот мы деньги их все больше и больше вот это ведет к росту инфляции все так но на самом деле скорее всего изменится все скорее всего я думаю что мы будем работать меньше более творчески больше отдыхать больше думать о вечном и ну в таком не пафосном то есть получается плохо об этом говорить да вот но мы больше будем думать о смыслах возможно о космосе и возможно мы ну человек это же такой люди делятся на ну как бы на мой взгляд на два вида да это люди которые сидят в зоне комфорта им там хорошо и вообще ничего не интересует жизни потому что им там денежка капает вот а есть люди которые оказавшись на самое на некоторое время в зоне комфорта начинают искать себе простите геморроя вот именно эти люди штурмует космос именно эти люди там вступают на луну эти люди думают о том как колонизировать марс они к этому можно относиться как с жиру бесятся а может быть как к тому что это люди которые делают новые прорывы вот да об этом надо думать об этом надо думать серьезно и выбирая профессию в том числе вот потому что мы правда рискуем то есть учиться долго дорого и очень глупо эти инвестиции не столько даже денежные сколько временные потратить в никуда я считаю так